Почему ваш Кришна ворует масло и занимается другой аморальной деятельностью? Представляете, вот я сижу, ну как бы поглощен своей медитацией, тут такой вопрос всплывает, почему ваш Бог ворует и занимается аморальными поступками? Итак, этот вопрос, этот вопрос можно задать четырьмя разными вариантами. Этот вопрос, когда задают чистые вайшнавы из Вриндавана, послушайте меня, вайшнавы из Вриндавана. Когда вайшнавы из Вриндавана задают этот вопрос, они говорят, представляешь, Кришна ворует масло. Какой нектар! Так реагируют чистые вайшнавы. Садаки реагируют. Ты слышал? Кришна ворует масло. Да, что мы будем с этим делать? Как мы людям будем об этом рассказывать? Представляете, вот все начинается как обычно, вы говорите, мы душа, мы не умираем, переселяемся из тела в тело, карма, Бог есть, понимаете? Вот, который всем управляет. Человек, да, вообще мощно, Бхагавадгита, да, да. И потом раз. Подождите, а вот это вот тоже про вашего Кришны? В этот момент преданным как-то вот неудобно, надо что-то рассказывать. Поэтому, ты знаешь, Кришна еще и, ну, как бы танцует по ночам. Как это мы все будем людям рассказывать? Я не знаю, зачем он это делал. И третий вариант, это люди морального, моральные люди, хорошие люди, хорошие, праведные люди. И когда они слышат, что ваш Кришна ворует с детства, в нежном возрасте уже пошел на дело, теперь понятно, почему вы все такие. И человек начинает критиковать, да вообще, какой же, как Бог может это делать? Кому вы поклоняетесь? Это третий вариант. То есть уловили, да, первый с восхищением. Второй, да, а третий, ну вот, вы видели? И кто четвертый, как вы думаете? Четвертый, кто может быть? Четвертый, это те, кто сами ведут аморальный образ жизни. Они говорят, ну вот видите, даже Кришна ворует. Что вы от нас хотите-то вообще? Какой Бог, так вот и живем. Поэтому будем так же, как он, следовать по стопам. Согласны, да? То есть это такая неоднозначная тема. И давайте мы разберемся. Ну, самый высший вариант, когда у нас нет такого. Есть другие варианты. И надо, ну, все-таки разобраться, почему же он этим занимается. И давайте начнем с морали. Давайте начнем с морали. Что такое мораль? Зачем она нужна? И почему это хорошо быть моральным человеком? Когда живое существо попадает в этот мир, сбегает с духовного мира? Разные есть сценарии, как это происходит. Но в конце концов, она оказывается в этом мире. Этот мир специально создан. Так можно назвать, это мир богов. Каждый считает здесь себя тем, вокруг кого все должны крутиться. И спрашивать, а что еще надо сделать? Вот это, да, окно закрыть или открыть? Закрыть. Закроем. Сейчас откройте. Закройте. Вот. С детства мы начинаем так. Помните детство свое золотое? Просто пискнули, и вокруг вас уже все закрутились. Самое, как бы, самое лучшее время в нашей жизни, когда нас все слушались, это... Вот. В детстве все просто по струнке ходили. Или нет? Так же же было? Вы просто не помните. Все таки было. И вот, соответственно, душа попадает в этот мир. И вот это прет просто из этой души. Я хочу здесь контролировать. Я хочу здесь получать. У меня куча здесь потребностей. И выдается тело, грубое и тонкое, переполненное потребностями. Вы обратили внимание, сколько потребностей есть у этих тел? Жара мешает. Воды надо заливать. Что-то надо есть. Что-то надо делать. Потом еще ум есть. Ум. А он говорит, ну, надо, чтобы все как у людей было. Ты понимаешь? Мы же серьезные с тобой люди. Ну, да, да. Мы с тобой серьезные люди. Это мы с умом разговариваем. чтобы лайков было достаточно, чтобы не стыдно было в интернет посмотреть. А то люди скажут, ну, что там у тебя, никого нет. И вот очень много потребностей, очень много потребностей, очень много. И чем дальше, обратите внимание, время, в котором мы живем, эти искусственные потребности. То есть они как-то накручиваются все больше и больше и больше, техника должна быть особой. Это вот так, это вот здесь. Согласны? И вот теперь смотрите, интересный момент. Душа, попадая в этот скафандр тонкого и грубого тела, переполняется вот этими желаниями, эгоистичными желаниями жить для себя. Я хочу жить для себя. И использовать других в той или иной степени. В той или иной степени. Есть грубо, есть тонко, как-то договариваемся, но все равно стоит вот эта вот вещь, что я хочу, чтобы было так, как я хочу. Теперь смотрите, когда у людей, когда уже в существе эти желания сильные, то что происходит с ними? Они начинают свои желания настолько не сильные, что они пренебрегают интересами всех остальных. Согласны? Когда они не очень сильные, допустим, ну не очень лектор выводит меня из себя, да, то я сижу спокойно и думаю, ну пусть говорит, пусть говорит. Но когда он уже начинает переходить границы, негодяй, то я уже не могу это терпеть. Сколько терпеть? Я беру барабан и бросаю в лектора. Потому что уже сильно, я же не могу терпеть. То есть, когда не очень сильные желания, то можно так потерпеть там, спросить, а можно взять? А когда очень сильное желание, я уже не спрашиваю, можно взять? Я просто беру. Я просто бросаю. Я просто бью в нос. Я просто беру чужое. И вот эти сильные желания, чем больше у человека этих желаний, тем больше у него дурных качеств. Что такое дурные качества? Воровать – это хорошее качество? Почему плохое качество? Почему плохое? Да, потому что вы же не радуетесь, когда вы засовываете руку в карман, а вашего айфона там уже нет. Вы только представьте, вот у кого-то, ну или не айфон, но у кого всякое, вот есть вот айфон, да. Представьте, я беру айфон, я тут записывал, да, так раз, и нет. И радость такая, прям думаешь, надо же, как мне повезло, господи, спасибо тебе большое. Заходишь в квартиру, был случай интересный, заходишь в квартиру, а там, знаете, чисто так стало. И ничего нет вообще, убираться даже не надо, потому что все убрали уже. И так в сердце радость, ты думаешь, мне везет. Так вы реагируете? У вас, ну, когда-то у вас крали что-то? Как у вас ощущения были? Ужас. Ужас. Сначала ты не можешь поверить, что это произошло. Ты уж нет, нет, вновь и вновь проверяешь. Ну, точно нет. То есть, такой шок, что как так произошло? То есть, брать чужие вещи, это неуважение к тем, у кого вы их. Согласны? А предавать. Знаете, человек вам доверился, говорит, да, будем вместе жить или вместе работать. Все уже там, вот как бы, вот, переехал. И потом уже въезжаешь, и дверь закрыта. Говорит, что-то я передумал. А, да, что-то так вот. Или что-то еще. И радость сразу на сердце появляется. Предавали вас когда-нибудь? Классно же, да? Классные ощущения. Ну, и вот все остальное. А, допустим, ну, когда вас побили. Знаете, вы шли, никого не трогали. Говорит, деньги есть? Нет, сейчас проверим. И начинает вас бить ногами. И вы радуетесь. Говорит, надо же, как повезло мне сейчас. То есть, все вот эти вещи, насилие, обман, предательство, почему они называются нехорошими качествами? Потому что все это проявление неуважения к желаниям другого человека. Человеку другому больно становится. Но почему человек так ведет себя? Очень просто. Потому что ему очень хочется. И чем больше людям хочется, тем более отвратительнее они себя ведут. И чем сейчас опасен этот мир? Потому что, вот сейчас мы живем. Заходите в интернет, и там накручивают, накручивают. Тебе надо. Тебе очень надо. Без этого никак. И показывают какие-то страшные фильмы, что тебе тоже так надо. Ну, там, кого-то, знаете, там, что-то, кто-то кого-то украл. И чтобы добыть того, кого украли, убивают, там, 200 человек. Ну, потому что, там, герой фильма, там, ради того, чтобы спасти, убивают 200 человек. То есть, ты думаешь, да, это нормально. Преступность растет. Молодые люди смотрят об этом, смотрят это и вдохновляются тоже так себя вести. Почувствуют себя сверхчеловеком. Идея не нова вообще. Но просто сейчас это очень сильно пропагандируется. Поэтому люди не могут нормально строить отношения. Потому что строить отношения означает, уважать человека надо. А я не привык. Потому что я привык к чему? К интернету. Если надоел, просто выключаешь, и все. И хорошо себя чувствуешь. А вдруг он в гости, зараза, приехал. Так надо же сидеть с ним, кормить его надо. Это же беспокойство. Вот то ли телегость. Телелекция. Там, ну, как бы не надо сидеть. Там можно поесть. Там можно сходить. Там можно выключить. Там можно перемотать два раза быстрее. Иногда люди приходят, и ты думаешь, что он так медленно говорит. Надо отключить кнопку, чтобы он быстрее говорил. Потому что меня это напрягает. То есть уловили момент. Согласны, да? Чем больше у человека этих желаний, тем отвратительнее он себя ведет. И люди, когда проявляют, ну, очень эгоистичные общества, начинают, что делается? Разрушаться. Поэтому, что такое мораль? Мораль – это то, что помогает останавливать, останавливать эгоистичную природу членов этого общества. И оно помогает, ну, на санскрите называется аскеза, тапасья, да, регулирующие принципы. Для того, чтобы человек, ну, то есть он эгоистичен, ему говорят, слушай, ну, ты хочешь что-то, ну, поесть, но не надо брать чужое. Бери свое. И даже говорят, я понимаю, что у тебя этот, как это, рефлекс все в нору. Есть у тебя такой рефлекс, у каждого, у кого есть нора, хочется туда что-то принести. Но говорят, не накапливай много, брат, не накапливай. Грех это. То есть вот такие правила морали. Сейчас я не буду вам морали читать, но есть эти правила, мы можем отдельно в них погрузиться ради интереса, если хотите. Но есть мораль. Хорошая вещь – мораль. Даже без всякой религии эта вещь хорошая. Но и религия – это мораль. И бог, творец этого мира, чья цель – помочь нам, с одной стороны, дать возможность, ну, поиграть здесь в богов, что там в богов сложно поиграть, потому что там есть один бог. Ну, захотелось, знаете, а вот можно мне тоже немножечко побыть богом? Конечно же, вот, как, знаете, в Википедии песочница есть. Хочешь попробовать там силу своего, пера, говорит, ну, попробуйте в песочнице. Вот вам песочница, играйте здесь, побудьте богами. Но с другой стороны, здесь так устроено богом все, чтобы помочь человеку понять одну простую вещь. Ты не бог. То есть, не вокруг тебя должны все крутиться. Если ты будешь всех крутить вокруг себя, они тебя, ну, накажут. И поэтому религия, если вы посмотрите, любая религия, любая религия, она учит чему? Моральным принципам. Это самая минимальная вещь, любая религия, это ограничение своих бесконтрольных, неудержимых, бесконечных желаний. Согласны? И очень награда большая, потому что человеку тяжело. А ради чего я буду себя ограничивать? Буду вот хорошим человеком, не буду брать чужое, не буду гулять чужими женами. А как бы, а что мне за это будет? Ему говорят, во-первых, с тебе за это, во-первых, ничего не будет. Если так будешь жить, как минимум, тебе за это ничего не будет. А вообще-то тебе еще будет вот это, вот это. И человек вдохновляется. Тупые вдохновляются тем, что, ну, по крайней мере, бить не будут, если будешь хорошо себя вести. Более смекалистые вдохновляются тем, что, ну, много можно потом получить. Здесь немного потерплю, а потом зато я получу. Люди, которые не верят в Бога, они, ну, их заставляют следовать морали, иначе общество развалится. Теперь, смотрите, люди следуют морали по разным причинам. Одни, чтобы, ну, социальное давление, просто общество давит, ходят эти кшатрии, полиция. То есть, если ты что-то не так будешь делать, там, может, тебе не нравится мораль, но тебе будет больно, если ты не будешь этому следовать. Кто-то делает это из идейных соображений, а кто-то делает это ради Бога, ради Кришны. Но раз Бог хочет, я буду так поступать. И Бог хочет, чтобы мы свою страсть усмиряли. И идеальный вариант, когда человек полностью избавляется от своего эгоизма. Сначала он просто ведет себя прилично, чужой не берет, даже не накапливает больше, чем необходимо. У меня есть стих на санскрите, где говорится, если человек берет больше, чем ему положено, это считается воровством. Так переводится этот текст. Но если посмотреть санскрит, там написано, если человек берет больше, чем вмещается в его желудок. Но Шила Праупада перевел, берет больше, чем необходимо. Потому что прожелудок, это уже для саньяси. Они, если берут больше, чем вмещается в желудок, это воровство, и он будет наказан за это. То есть это небезопасно просто накапливать и считать, ну нормально же, место же есть. Как бы нормально. Это воровство считается, что кому-то не хватило. Итак, соответственно, человек сначала живет такой моральной жизнью, и в идеале этот человек полностью-полностью избавляется от своего эгоистичного желания. И он становится очень-очень хорошим. Представляете? То есть своих желаний нет эгоистичных. Нет повода враждовать с другими людьми. А есть по отношению к другим людям что? Я уважаю их интересы, я проявляю добрые качества, все они из-за того, что у меня мало материальных желаний. Доброта к другим людям, верность, честность. Это все проистекает от того, что у человека стало меньше эгоистичных желаний. Хорошая вещь – мораль. Правильно, что вдохновляет на моральные вещи. Воровать хорошо? Нет. Чужими женами гулять хорошо? Нет. Бить других людей хорошо? Нет. Правильно же моралисты говорят? Теперь возникает вопрос. Почему же тогда Кришна это делает? И первая версия. Мы так расследование проводим. Просто на Читамаду смотрю, я понял, что это расследование. Второй вопрос. Но быть может. Он просто следователем раньше был. И второй вопрос возникает. Может быть, этот Бог, он сам как бы эгоист такой, да? Ну, вот там позволяет себе всякие вещи. Но от своих подчиненных он требует чистоты. Ну, как часто бывает в наше время, да? Какой-нибудь высокопоставленный человек, знаете, так вот предстает очень таком с нимбом, вот, не касаясь земли. И говорит людям, люди, надо быть хорошими. Люди говорят, да. Если вы не будете хорошими, мы вас будем наказывать. Он говорит, ну, хорошо, мы будем хорошими. Ну, втихаря он занимается непонятно чем. Потом это вскрывается, люди теряют веру и что-то делают с ним. Вот. И вот такой, у нас же есть опыт этого, да? И мы думаем, что, наверное, Бог точно так же нам говорит, надо быть хорошими, иначе нахожу вас. Но сам по ночам идет непонятно куда. Это уже вскрылось в Бхагаватам. Это история. Пять тысяч лет назад уже записали в книгах, задокументировано в протоколе. Понимаете вы, да? И что теперь делать? Как оправдываться будем? И выясняется. Почему люди еще раз делают какие-то отвратительные поступки? Потому что у них очень сильные желания. Им чего-то не хватает, и они хотят этот эгоизм удовлетворить, эту неполноту заполнить. Давайте обратимся к определению, кто такой Верховный Господь. И он говорит, что он Ом Пурнам Адага Пурнам Эдам. Ну, Иши Панишат, первый вид обращения. И говорится, что он полное целое. Ом Пурнам. Ом. Ом. Это имя Бога. Есть еще одна фамилия у него, тезка, который придумал закон Ома. Но это разные личности. Итак, Ом Пурнам. Он полный, полностью, полностью закончен. У него батарейки внутри. Ему не надо снаружи получать, знаете, втыкать в розетку его не надо. Нет. Все розетки в него втыкаются. Потому что у него он генератор всего электричества. Он генератор всех женщин. Он генератор всего масла. Он генератор всех айфонов. Он генератор всего. Оно как бы в изобилии из него исходит. Из него исходят все эти энергии различные. Что такое энергия? Вот же энергия. Вот энергия. Вот энергия. Вы энергия. Мы все энергия. Энергия это не просто какое-то сияние электрической энергии. Энергия это то, что исходит из источника. Представляете, какая там мощь? Он еще авьяям означает неисчерпаемый. Сколько не черпаешь, у нас нет такого опыта. Мы всегда откуда-то черпаем. Допустим, из сбер-карты своей черпаем. И там исчерпалось. А вот там черпаешь, а оно не исчерпается никогда. Вот это Бог. От него не убудет. То есть можно удивить того, то есть показать ему там масло. Говорит, а хочешь масло? Это масло из него и зашло. И ты, он говорит, мужик, это и так мое масло. Это не твоя жена. Это кришнинская, вот так вот сказать. Не твоя жена, это кришнинская жена. Он говорит, серьезно что ли? Ну да, потому что из него же это все исходит. Вот он, творец. Что твоего здесь? Говорит, ну вот, не твое, его это все. Он в принципе ничего своровать-то не может, потому что все и так его. Удивить его чем-то невозможно, потому что он внутри и так находится. Он все видит и без нас. Камера у нас прям в сознании установлена. Мы говорим, вот кое-что у меня там сокровенное, это интимное. Он в сознании нашем находится. Он знает про наши мысли до того, как мы сами их узнали. И мы узнаем их только в тот момент, когда он дает санкции, чтобы мы о них узнали. То есть он все про нас знает. И все, что мы не хотим, чтобы он знал, он тоже про нас знает. И все он видел и снутри, и снаружи. Вообще ничем не взять его. То есть, смотрите, он самодостаточен, независим. Ему не надо это ничего. То есть у него нет никакого повода, и у него еще нет этого эгоизма. То есть ему вообще не интересен этот мир. Гуны природы ему не интересны. Это смешно просто. Ему тогда зачем он это делает? Да если он самодостаточен, у него нет эгоизма, у самого нет. У него нет ложного эго. Ему не нужно удовлетворять свои чувства. Вот этих всех потребностей нет. Он вне гун природы находится. Так если тебе ничего не нужно, Бог, тебе если ничего не нужно, зачем ты это делаешь? Вопрос. Зачем ты это делаешь? Как отвечает Бог? Он говорит, меня заставили. Меня реально... Подожди, ну ты же, подождите, ты управляешь, ты направляешь всем, ты независим. Тебе нельзя связать веревками, тебе нельзя скрутить. Тебе нельзя как бы обнять. Потому что ты все. И тебя кто-то заставляет. Он говорит, да. То есть, я, мое сердце, ахам бакта парадхинох, я сватантра и вадвиджа. Сватантра означает, сватантра значит независимый. А асватантра означает полностью подчиненный. И он говорит, что только кажется, что я независим. На самом деле, я полностью подчинен своим преданным. И эти преданные держат мое сердце в своих руках. Сердце мое держат в своих руках. И когда они радуются, я радуюсь. Когда они горюют, я тоже вместе с ними горюю. Представляете? Бог говорит, я подчиняюсь. И они... И получается, кто тебя заставил воровать? Преданные. Теперь вопрос к преданным. Преданные. Зачем вы заставляете воровать Бога? Притом, они заставляют воровать Бога не у кого-то, а у... У себя. У себя они заставляют воровать. И тут все начинает, ну, как бы, усложняться. Оказывается, когда вот этот моральный человек, когда моральный человек полностью очищается от эгоизма, у него остается одно желание. Желание прославлять Бога, служить Богу. И обычно, не обычно, а всегда, Господь отвечает взаимностью. Он говорит об этом в 4 главе 11 стих Бхагавангиты. Яйадхамам, прападянте, тамстатхаева, баджамихам, мамавартма, нувартате, манушьям, партха, сарвашаха. Видите, совместными усилиями мы вспомнили стих. И этот стих говорит, как человек предается мне, я отвечаю ему, соответственно, каждый в этом мире идет моим путем. То есть, как человек предается, то есть, кто-то предается Богу, как кому? Как справедливость. Большинство людей Бога не признает. Большинство людей, которые ходят на улице, даже когда они говорят, что неверующие, они его сильно в него и не верят. Как бы его нет. И он как будто его нет, но он предстает перед ними, как законы природы, законы кармы. Как бесчувственная справедливость. Как еще по-другому сказать? Не бесчувственная, а какое еще? Беспристрастная, беспристрастная, холодная справедливость. Так предстает перед ними. Как ты ко мне, тебе, ну, как бы по барабану. Ну, мы тогда по справедливости. Пройдемте, проверим. Почему нарушаем? А вот я это, вот это. Ну, а что делать? Закон. Понимаете? Если человек к нему, вот, как преступник, с ним, с Богом, как судьей, вы, пожалуйста, судья. Если он к нему, и вот у меня есть стих 11-12-1. Перевод этого стиха. Так пастушки играли с Кришной, источником Брамана. Сияние, в которое хотят погрузиться гьяни. Пастушки играли с Кришной. Кто такой Кришна? Это сияние Брамана. То есть, первая строчка. То есть, для гьяни, которые хотят раствориться в бытии, в трансцендентном нечто, для них он предстает как трансцендентный. Тут даже не идет речь о материалистах. Тут сразу начинается со трансценденталистов, которые Бога признают. И для кого-то Бог – это просто сила, которая пронизывает с собой все, на которой все держится. И надо уйти из этого мира, где постоянно вражда происходит. А вы не слышите, что ли? Вы слышите? На кухне говорят, не слышат. А они слушают. Вы слушаете, да? Смотрите. Чисто ради вас. И смотрите, получается, что они говорят, я настрадался здесь. Здесь постоянно кто-то что-то не слышит. Все время меня дергают, не дают спокойно говорить. Надоело. Дайте так, чтобы меня никто не дергал. Это гьяни. Они настрадали в святом мире, они хотят трансцендентное. Как для них трансцендентное выглядит? Там ничего нет материального. Там просто есть. Что? Ну, просто есть. Я хочу просто там быть. И для них Господь просто есть. И они-то. Вторая строчка. ДАСЬЯМ ГАТАНОМ ПАРАДАЙВАТЭНА. А те люди, которые признают Бога своим господином. ДАСЬЯ. ДАСЬЯ значит то, что я слуга. Те, кто благовеет перед Богом, говорят, я слуга Бога. Перед ними он представляет как ПАРАДАЙВАТЭНА. Как верховное, трансцендентное божество. В величии своем. На троне. Там, ну, как бы, сияния, молнии. Бриллианты. Там, я не знаю, что там у них. Там есть описание. Я сейчас на память не смогу все это воспроизвести. И человек так, да, Бог велик вообще. Акбар. Акбар значит велик. Аллах Акбар. Бог велик. Конкретно велик. И, ну, Бхагавадгита тоже говорит, Бог велик. И человек вот с благовением стоит перед этим величием и говорит, Господь, ну, ты даешь вообще. И я твой слуга. А дальше говорится, МАЯ ШРИТАНАМ. Я неправильно сказал. Про материалистов тебе тоже говорится. МАЯ ШРИТАНАМ НАРА ДАРАКЕНА. Те, кто в Мае находятся, те, кто находятся в плену Маи, они считают Бога обыкновенным человеком. Маленьким просто мальчиком. Потому что, ну, это просто деревенский какой-то мальчуган. Назвали его Богом почему-то. Странные люди. То есть, одни смотрят на него как на сияние. Другие смотрят на него как на божество, которое всем управляет. Третьи говорят, да, обычный человек. А как пастушки? САКАМ ВИДЖАХРУ КРИТА ПУНЬЯ ПУДЖА. САКАМ вместе наслаждались. А эти мальчики-пастушки, они наслаждаются вместе с этим верховным божеством. То есть, как человек предается Богу, он предстает одинаково. Одни хотят просто быть в нем. Он говорит, нет проблем, будь во мне. Одни говорят, я преклоняюсь перед верховным судьей. Хорошо, я верховный судья. Третьи говорят, да, его нет, это просто сказки какие-то. Говорят, сказки меня нет. А четвертые хотят с ним близко общаться. Это раса называется. Они хотят не просто служить, не просто благоветь перед ним. Они хотят с ним что-то, ну как-то, либо дружить, либо растить его, либо обнимать его, либо подчиняться ему как, ну, своему господину. Понимаете? Вот такое желание у преданного есть. И вот представьте себе, что такой чистый моральный человек. Чистый моральный человек, абсолютно кристальное у него сердце. Он никому, никакого эгоизма нет, никаких дурных качеств нет. Но в сердце бьется желание, я хочу, я хочу что-то для Бога сделать. И не просто что-то сделать. Я хочу очень сильная любовь у него. Очень сильная. И чтобы выразить эту любовь к нему, недостаточно просто, знаете, подойти и увидеть сияние. Его желание любить Бога таким образом не удовлетворяется. Он хочет что-то другое, он хочет близких отношений. Потому что сильная любовь, близких отношений хочется. И существует пять рас, да, отношений с Богом. И родительская раса, давайте вспомним, родительская раса. Есть же опыт родительской расы. У кого-то есть, да? Растили своих детей. Вот там кто-то уже подтвердил. Да, растим. Теперь скажите, что для родителя, что самое важное в отношениях с ребенком? Чтоб слушался. Это как бы для чего он слушался? Забота. Что хотите-то от ребенка, чтоб он что? Чтоб он счастлив был. Ну как он будет счастлив-то? Как вы с ним хотите, чтоб он счастлив был? Вот удовлетворен. Вот что должно сделаться с ним? Что-то давать ему нужно. Давать. Надо его воспитывать. Потому что он какой? Несмышленый. Он ничего не умеет. Говорить не умеет. Есть не умеет. Правильно? Зашел в интернет, насмотрелся, стал ерунду какую-то делать. Надо перевоспитывать. И вот это и называется родительская раса. То есть, представляете? Вы приходите, не знаю, как бы отправили жену в роддом. Она приезжает. Ну, вы приходите за ребенком, а там уже 40-летний мужик уже выходит. В очках, с большим лбом, с компьютером. Здрасте. Я ваш сын. И вся ваша в отца-лебаба, она... Потому что, ну как, 40-летнюю мужику в отца-лебабу испытывать? Ну, никак. Потому что он уже большой. Его, он уже все умеет. Он говорит, я сам вам объясню сейчас все. Представьте, вот сразу родился 40-летний. И начинает уже учить уму-разуму. Согласны? Маленький ребенок ничего не умеет. Он там свалился туда. Его все время кто-то хочет укусить. Его надо защищать. Он забыл поесть. Дети маленькие забывают поесть. Правильно? Надо вспомнить, за него надо вспомнить, что ему надо поесть. Потом курить надо, ну, значит, надо как-то его ловить там, да? Согласны? Согласны, правильно? Так вот, тех людей, у которых есть это, любое к Богу, в отца-лебабе, Кришна что должен делать? И для них это экстаз просто. И они, то есть вы не переживайте, Кришна никогда у вас ничто не сворует. Потому что у него и так все есть. Только когда вы его сильно уговорите просто. Много жизни может пройти. Он говорит, да зачем? У меня есть все. Так вот, гопи во вриндаване, они пахтают это масло. Я тоже раньше очень сильно возмущался. Думал, ну как, люди старались. Пахтали масло. Это не сепаратор вот сейчас там закинут. Вручную люди, вручную. Много часов пахтали масло. Там надоить это масло надо. Сделать йогурт из него. Потом из этого йогурта спахтать масло. Потом его в эти горшки. Ну то есть трудоемкий процесс. И приходят эти сорванцы. Пробивают этот горшок. И масло начинает вытекать. Ну съели бы чуть-чуть. Ну нормально, да? Но они же все развозили еще по полу. Что не съел, то развозил. И я возмущался. Думал, ну как же так? Люди старались. Так вот нельзя. Но им в духовном мире вообще ничего не надо. Им не надо там работать. Им не надо там сбивать масло. Они с удовольствием это делают только для одной цели. Чтобы Кришна пришел и украл у них это масло. Потому что когда малыш ворует что-то, надо его воспитывать. Иначе вырастет непонятно кто. Непонятно какой бог вырастет просто. Непонятно потом какой материальный мир он сделает. Они так не думают, конечно, про материальный мир. Это я так уже добавляю. Уловили, да? Соответственно, никогда Кришна... Не переживайте, что Кришна заиграет на флейте. И мы бросим всех и убежим куда-то в поле. Не заиграет, не переживайте. Не нужны мы ему вот сейчас. Не нужны. Во-первых, вообще никто ничего не нужен. Но и так все хорошо. Только когда его прямо уговаривают. То для того, чтобы обрадовать своих преданных. То порадовать своих преданных. Чтобы обменяться с ним расой, бескорыстной любви. А что корысти-то нет никакой между ними. Никакой корысти нет. Друг от друга вообще ничего не хотят. Просто один хочет его растить. А тот, второй соглашается принять это служение от преданных. Просто ради него. Самому ты, он и так большой уже. Самый большой. Больше ж некуда уже. Представляете? Поэтому Кришна не виноват. Это все преданное. Итак, какой вывод можем сделать? Почему Кришна ворует? Кришна, не то, что у него ложное эго. Не то, что ему не хватает. Не докармливают его там, в духовном мире. Он ворует только потому, что преданного просит. Поэтому не переживайте. Кришна своему закону следует. Как человек предается, я отвечаю взаимностью. И до тех пор, пока вы не захотите, чтобы он у вас что-то украл, он никогда этого не сделал. Он очень приличный Бог. Очень приличный. Очень моральный. Никакого неуважения, никакого насилия. Только уважая желание своего преданного, отвечая взаимностью на желание. Потому что, когда Кришна ворует у преданных, преданные что делают? Радуются и говорят. Ты представляешь? А он меня не украл, говорит одна. Не везет. А он меня украл. И та в истерике, что я не украл. Странно же, да? Вот это ответ на этот вопрос. И так, соответственно, преданно восхищается, потому что понимает, что Кришна – это рлилы Кришны, начинающие преданно должны понимать, что у Кришны с моралью все нормально. Он всему следует, чему говорит в Бхагавангите. Никакой корысти у него нет, никакого эгоизма, никакого насилия, никакого издевательства над живыми существами никогда не допускает. Никогда. Нет повода у него для этого. Но при этом он готов ответить взаимностью на любовь своих преданных. И есть разные формы, там в духовном мире разные приключения есть. Но все это только для того, чтобы расу между Кришной и преданным сделать еще более классной. И те, кто, не дай бог, начинают этому подражать, они думают, ну смотрите, вот он ворует, и я буду воровать. Но ты не понимаешь, то воровство люди хотели, чтобы он украл. Вот когда к вам кто-то придет и скажет, укради у меня, очень надо, вот бери. Ты говоришь, нет, не надо, я тебя уговариваю, возьми это. Вот тогда нормально, чисто из уважения к этому человеку. Да, но если вы будете подражать Кришне, говорить, он вот так и вот так делал, не понимая, что за этим стоит, и что это, просто его попросили те, у кого с кем он это делает, то делая это в гуне страсти и невежества, мы навлекаем на себя неизменно страдания. За аморальные поступки все будут страдать. Поэтому подражать не надо Кришне, ссылаться, что Кришне так можно, мне чего нельзя. А нет, вам нельзя, потому что вы не умеете это делать из любви, вы делаете это просто из эгоизма, и это нельзя, это грех, за это будете страдать. Продолжение следует...